ребят привет сегодня экспресс-обзор такой вот новинки гриля угольного гриля очень давно хотел себя что-то подобное долго выбирал и остановил свой выбор на марке наполеон серия nk22 это начальная вообще как бы начальный уровень угольных грилей конечно со всей моей любовью к фирме выбор все равно ценник у выбора сейчас достаточно высокий наполеон чуть-чуть подешевле ценовой категории канадская фирма но со сборкой в китае тем не менее сделано все очень круто качественно для чего вообще нужны такие угольные гриле в принципе спектр приготовления на угольном гриле достаточно разнообразен то есть принципе все что можно готовить на газовом гриле то что я делаю все что можно готовить на мангале а также можно готовить и на угольном гриле но для чего именно там угольный гриль мне мне хотелось приобрести для долгого копчения для долгого приготовления для приготовления в режиме на низких температурах на 120 градусах то есть это тоже определенный там формата приготовления мяса и эта модель отлично справляется с этими задачами что ее отличает то есть какие отличительные особенности почему я в пользу этого гриля сделал свой выбор ну во первых это отдельный зольник который снимается то здесь у нас он можно регулировать тягу можно регулировать тягу совсем перекрыть доступ кислорода снизу можно сделать большой сильный жар тем самым мы регулируем с вами температуру там внутри гриля можно сделать и как я уже говорил от 100 градусов ну и там максимальная температура который у нас на табло указано это 370 градусов что выдает этот гриль вот соответственно что у нас здесь есть такой вот лепесток который мы регулируем как будет циркулировать воздух внутри нашего гриля такая вот удобная ручка с отсекателем жара здесь у нас такая вот крышка крышка с крючком которая вот так вот вешается дальше что если говорить по самому грилю что сразу же я докупил во первых для чего нужен угольный гриль и почему его купил потому что на нем действительно круто коптить и готовить на маленькой температуре и там ваше блюдо получается там со вкусом копчения с таким дымом дополнительно еще сразу же мной было было куплено такие вот отсекатели жара то есть корзинки для углей сейчас вот поближе покажу вам вот такие вот две корзинки для углей чтобы удобно было можно распространять жар чтобы можно было сделать не прямой жар бы прямой наоборот ну и в принципе это удобно то есть угли сами засыпаются у нас сюда потом у нас удобная решетка из нержавеющей стали который позволяет процессе готовки докидывать как раз к углям опилки либо вот такие вот такой слеп это на самом деле вишневое дерево то есть это вишня которая так мелко нарезана поэтому она тоже дает прекрасный режим копчения вот и дополнительно что еще дополнительно конечно если мы говорим про угольный гриль то стоит сказать что готовить на угольном гриле нужно вот на таких брикетах то есть это небольшие круглые брикеты которые обеспечивают очень долгое горение то есть горение будет ориентировочно до 5 4 4 5 часов на одной закладке вот это очень круто она тогда на таком готовить но в целом подходит и обычный уголь который также будет гореть в угольном гриле час два три вполне там вполне обеспечиваю хороший жар вот такой вот угольный гриль и сегодня я хотел бы показать небольшой рецепт но вы просто посмотрите что я на нем буду готовить я первый раз сегодня буду готовить на угольном гриле будут первый раз пробовать но вы посмотрите то что я сделаю и что у меня получится итак ребят шаг 1 но сначала нам нужно с вами разжечь брикеты с учетом того что вот они вот такого формата то есть они вот такие вот круглые они очень тяжело разжигаются очень долго разжигаются поэтому как раз там с вами необходим стартер поскольку сегодня холодно но где-то нам надо потребуется я думаю половина стартера этих брикетов так вставляем наш стартер приблизительно на 15 минут и вернемся через 15 минут посмотрим что с нашими углями произойдет ребят пока у нас разжигается угли до разжигаются расскажу ну в целом это обычная курица которая была разрезана пополам здесь у нас паприка перец соль все и чуть-чуть масла потому что копчение очень хорошо ложится именно на подсолнечное масло маринаде в принципе в целом вот угли у нас брикеты как я говорил 10-15 минут они разожглись так вот выглядит прекрасно вот и высыпаем теперь здесь нам с вами понадобится такой вот лоток один будем его использовать и высыпаем весь наш уголь в этот лоток все устанавливаем решетку вот таким вот образом да что была возможность подбросить наши наши деревяшечку так теперь выкладываем курицу выкладываем курицу в зону непрямого жара то есть угли у нас здесь курица соответственно будет у нас с вами вот здесь вот расположена единство я ее повернул там толстой частью грудкой к углям вот подобным образом чтобы она не не соприкасалась у нас и для копчения мы добавляем наши вот такие вот деревяшки так сюда я их не замачиваю ни в чем просто таким вот образом добавляем что мы сделаем с воздухом во-первых крышку ставим таким образом чтобы у нас дым проходил вот с этой стороны сюда здесь мы чуть-чуть при закрываем и важный момент зольник мы с вами пока что откроем на максимум на самый большой жар поставим как только у нас гриль прогреется мы чуть-чуть при закроем все у нас уже копчение пошло посмотреть дым уже идет это же полным ходом ребят ждем ориентировочно 90 минут ребят час 10 час 15 где-то у нас прошло с момента как мы поставили курицу несколько раз я подкидывал еще наши такие вот деревяшки чтобы докоптить вот и поэтому все готово как мне кажется но в целом за такое время точно приготовилась не буду пользоваться термометром буду доверять своему опыту что у нас получилось такая прекрасная курица она и под коптилась и прекрасно приготовилась вот по ноге пока кожа слезла я вот в принципе в целом вижу что она действительно полностью готова прошу кстати обратить внимание что полная корзина брикетов угля она еще может гореть но я думаю часа три так точно однозначно и давать хороший сильный жар еще классная картинка получилось мне кажется очень вкусно вот давайте снимать такая вот дощечка у нас красивая так вот раз первое и раз вторая часть ребят но мне кажется результат офигенный вот такая вот она копченая курочка гриль но я буду пробовать ее а вам рекомендую подписаться на канал поставить лайк и рекомендовать друзьям еще не шеф увидимся